Привет, Руслан! Значит, все просто. Главный звук города Кракова – это знаменитый трубач, который каждый час играет на городской площади. Услышать его легко, но встретить его лично – это уж как повезет. Когда будешь на месте, созвонимся. Удачи! Каждый раз, приезжая в тот или иной город, наша команда акустических путешественников сталкивается с одним и тем же ответом – звуки? Вряд ли что-то найдете. И каждый раз мы заново доказываем себе и вам, друзья, что звуки всюду. Нужно только их услышать. Всем доброго времени. Меня зовут Руслан Фаршатов. Вы смотрите проект «Большой чемодан». Получается без зеркала. По чемоданам. Задача небольшой команды «Большого чемодана», оказавшись на один день в чужом городе, – собрать все его звуки. Свои аудиопоиски мы ведем, прибегая к помощи подсказок соотечественников и все интернет-планеты. И еще. Нам от что бы то ни стало, нужно разучить местную песню и с помощью нее попробовать заработать на ужин. Мы же странники. Важная деталь. Собирая в свой чемодан планетарную медиатеку, мы ни в коем случае не претендуем на энциклопедичность, друзья. Для этого написано тысячи путеводителей. Наша цель – лишний раз убедиться в том, что весь мир – большой чемодан. Друзья, мы в древней столице Польши, в городе Краков. Здесь главная рыночная площадь, как и старые добрые времена, встречает нас звуками ярмарки, ремесел, музыкой, ну и, собственно, шумом толпы людей со всего света. Вот такого музыканта совершенно из другого времени подарил нам главный рынок Кракова. Если честно, не решился прервать его гитару, да и не хотелось разрушать зависшую над ним такую атмосферу эпохи странствующих музыкантов. Вот правда, смотришь и не веришь, что у него где-то в кармане есть гаджет. А ведь есть. Популярная польская песенка, «Танжи для меня». Знаю, знаю. «Танжи для меня». Так, 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 но мне не понимаешь, как это летит. «Я люблю ее, она туест». Можете ее подграть? Да, я не знаю, что ты взлапишь. Не, не, не. Ну, коллега не за слуху не взлапит. А, подобрать не получается? «Я увельям ее, она туест, и танчи для меня». Самое время вспомнить о песне, с помощью которой мы должны вечером заработать на ужин. Такие у нас правила в чемодане. На наш призыв найти популярнейшую польскую песенку отозвали сразу несколько девушек, обитающих одновременно и во всем известной соцсети и в польском царстве государстве. В один голос, видите, называют группу «Уикенд» и их хит «Санжи для мне». Ютубовская цифра 72 миллиона не оставляет сомнений. Учим! Партнер проекта – международный торооператор «Европорт». Спрашивайте туры в агентствах вашего города, а также в разделе «Где купить» на сайте www.evroport.ru. То, что песня, которую мы выбрали для исполнения здесь, в Кракове, вызывает смех и другие рефлексы у местных жителей, выяснилось накануне вечером, когда мы просто пошли прогуляться по городу. Так всегда. Кому прогулка, а кому работа. Проворчал наш оператор и все-таки включил камеру. Знакомьтесь. Александр. Александр. Ирина. Ирина, очень приятно. Руслан. Александр, Ирина. Ребята приехали с Украины. Уже несколько лет работают в Кракове на свадьбах и юбилеях. Кто, как не они, знают, что сегодня актуально на польских ресторанах-просторах, а что нет. Нам сказали, что очень популярная песня в Польше – это «Танжа для мне». Она «Танжа для мне»? Нет. Это уже прошедший век. Она уже все их тут задолбала просто. А нам сказали, что она на пике сейчас. Была на пике где-то полгода назад. Сейчас. Ну, на полгода еще чуть-чуть так была. Да, но сейчас уже так… Она просто же надоела, потому что она… Ну, это не дешевая. В радио, везде. Дешевая попса? Да, она… Попса дешевая длится несколько. Год-два, и она уходит с рынка. Такая их судьба. Окей, окей. А что тогда вообще идет на ура здесь, в Польше? Белые розы – это тут… Даже лучше. Причем… Белые розы Шатунов здесь, на русском языке, идет на ура. Да, именно. Поляки поют. Мы сами не знаем, почему. То есть, значит, «Белые розы» никому не надоели, а «Танжа для меня», которая всего лишь… Именно так. Это парадокс жизни такой. Ну, кто бы мог подумать, Юрий Шатунов – «Белые розы» – главный свадебный хит Польши. А главное, как-то совпало, что именно Юрий оказался нашим звездным путеводителем. Интересно, знает ли он, что здесь его ждут стадионные концерты? Как доберемся до трубача, обязательно ему сообщу об этом. Да, завязываем пока с песней, ищем главный звуковой символ Кракова. Главный звук города Кракова – это знаменитый трубач, который каждый час играет на городской площади. Трубач там, в центре города. В центре, а именно в одной из башен Мариатской церкви. Говорят, возведение башен было поручено двум братьям-каменщикам. И как-то так вышло, что башня младшего из них получилась мощнее, что самое главное – выше. Охваченный завистью и злобой, старший брат набросился на младшего с ножом и убил его. Ну, это одна из легенд. Кстати, вопрос – в какой из них в итоге трубит трубач? В этой или в этой? Наверное, все-таки в той, что повыше. В 2000 году, 11 июня, эта мелодия была занесена в Книгу рекордов Гиннесса. В тот день ее сыграли одновременно 2000 трубачей, съехавшихся со всего мира. Так что в нашем чемодане звукорекордсмен. Но нам-то внутрь нужно, поэтому ищем вход. День добрый. Как ввесь тут трубача? Трубач. Как я могу? Как? Не знаю. Не знаю. Трубач снаружи закрывается, что ли? Трубач? Как вы ищешь? Там просто. Прямо? Прямо. Направо? Да. Прямо и право. Там закрыто. Ото не ввем. Не знаю. Вы говорите в английском? Да. А я не знаю. Спасибо. Джан Кую? Да. Так вот прошел-то уже минут 15, а звука ноль. Неужели товарищ, переслыша нас, нарочно решил задержать дыхание? Будем ждать. Не видать нам звука вавельского смока, как своих ушей. Вышел из строя огневыдуватель и как следствие дракон вычеркнутый звуковой картой большого чемодана. Ну что же, обидно, досадно, ну ладно, пока минус один звук, но если так дальше пойдет, я не знаю. Друзья, мы находимся во дворе Егелонского университета, древнейшего в Польской республике. Здесь учился папа римский Николай Коперник. А мы здесь для того, чтобы услышать, как звучат студенческие куранты. Ничего не изменилось. Думаю, что все 600 с лишним лет звуковые часы университета так же, как и сейчас, собирали во дворике толпы молодых и дерзких. Ждем, когда появятся фигурки монархов и общественных деятелей прошлого. Ну и, конечно, гаудаамус. Гимн всех студентов. Ждем, а время не теряем. Учим с итальянскими ребятами больший чемоданный слоган. Весь мир большой чемодан. Субтитры сделал DimaTorzok Всем известный Юрий Шадунов предложил нам в качестве исключительного польского звука знаменитого краковского трубача. Говорят, услышать его нет проблем. А вот познакомиться... Субтитры сделал DimaTorzok Почему? Запрещено. Запрещено. Здравствуйте. Как добраться до трубача? Ремонт есть. Там ремонт? Поэтому туда не пройти? Не хочу. Как в трубачу попасть? Наверх? Какой трубач? Трубач, который трубит. Вперед и влево. Вперед и влево? А что, вот дверь. Рубачик. Звонок. Проблем-то. День добрый. Нельзя? Вы говорите по-русски, откройте, пожалуйста, дверь. Нельзя? А не жду на веже, я не слушаю. Не-не-не-не. Не-не-не-не. Вы смотрите проект «Большой чемодан». Наше акустическое путешествие во многом благодаря чешским авиалиниям проходит в Малопольском воеводстве. Это в Польше. Весь Краков помогает искать нам звуки, а мы перемещаемся в Величку, город, известный своими соляными шахтами. Не, я так долго не могу. Партнер проекта – авиакомпания «Чешские авиалинии». Через Прагу в любой город Европы. Итак, друзья, мы под землей. В известнейшей на весь белый свет шахте «Величка». Кстати, на польском шахта звучит очень забавно, но очень понятно. Копальня. Нашего путеводителя зовут Януш. Он самый настоящий шахтер. Отработал в Величке более 20 лет. Януш рассказал нам, что шахта имеет 9 этажей. Последний лежит на глубине 327 метров. Януш рассказывает о самом опасном звуке, который регулярно раздавался в шахте – взрыв метана. Для того, чтобы обычные люди хотя бы по звуку могли себе представить, как это было, в Величке существует специальный зал. В Величке со звуками были связаны в первую очередь всевозможные механизмы по подъему соли наверх. Есть модели, а есть и самые настоящие. Например, как вот этот. Вплоть до 19 века шахтеры все делали вручную. Здесь, в соляной шахте Величка, сохранены все механизмы транспортировки соли на поверхность. А звук, который вы сейчас слышите, издает ручной крест. Он поднимал, не останавливаясь ни на минуту, более 40 тонн в день. Совершенно неожиданно после лабиринтов шахты нам открылась уникальная часовня Святой Кинги, выполненная, вся выполненная из соли, даже люстры, друзья. Святая Кинга, покровительница шахтеров Соликопов. Звука здесь нет, но если мы не покажем вам это чудо, наш оператор больше не поедет с нами. Будем снимать чемодан на телефоны. Эта часовня уже с 1896 года самый большой подземный храм в мире. Расположена она на глубине 101 метр. Пол, кстати, тоже из соли. Перемещаемся туда, где не просто гуляют, а дают в полной мере ощутить себя шахтером. Заключительный штрих – это, конечно, каска настоящего шахтера. Туристов, желающих помахать шахтерской киркой и потолкать вагончики, предостаточно. Ну и мы, акустические путешественники, примкнули к ним. Наш режиссер решил весело попрощаться с уникальной шахтой, а с ним не поспоришь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Возвращаемся на рыночную площадь. Ищем еще способ пробраться на башню и развлекаемся как можем. Дамы и господа, вашему вниманию аттракцион «Рассмеши мимо». Поехали! Вы действительно летаете, да? Нет, нет. Мы тоже сегодня прилетели. А вы знаете песню? Моя девчина смотрит често в очеме, и я признаю, справе то приятно. Знаете, просто головой кивните, если знаете. Если не знаете, то вот, ну, как бы помашите, что не знаете. Знаете эту песню? Люблю и она то есть, и танжа для мне. Знаете, да? Спасибо большое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Извините, вы знаете песню? Моя девчина смотрит често в очеме. И я признаюсь, правда то приятно, как я кохом только мое сердце в е. Нет? Извините. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не знаю ее пульсов. Я люблю ее, она то есть, и танж для мне. Не любите эту песню? Люблю эту песню. Или не знаете? Знаю мало. Но не любите? Не люблю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доказано. Песню «Танжа для мне» знают почти все. Видимо, ротация по польскому радио была жесточайшая. Кстати, переводится эта песня как «Танцуй для меня», «Танжа для мне». И в Кракове-то она звучит с особым смыслом. Ведь этот город можно смело назвать город-танец. Многие уже поняли, о чем я. У танца краковяк в паспорте так и написано. Место рождения Краков, запятая, Польша. Иду разучивать несколько па этого знаменитого танца. Танцевать вообще не умею, но режиссер сказал «надо». Лучше не спорить, найдет еще другого трубадура. Мало ли, испета моя песенка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пора заканчивать. Это уже становится похоже на другую телепередачу о путешествии. Коллеги, все-все, сворачиваемся. Рядом с Мариатской церковью, на которую мы никак не можем взобраться, расположена такая необычная, но особая почта, которая отправляет открытки самым традиционным способом, без всяких имейлов, электронных ящиков во все точки мира. Воспользуемся этой возможностью и передадим большой привет нашему другу, международному туроператору «Европорт», собственно, благодаря которому мы здесь и оказались. Смотрите, Мариатский костел, все, совпадает. Привет, «Европорт». Партнер проекта – международный туроператор «Европорт». Спрашивайте туры в агентствах вашего города, а также в разделе «Где купить» на сайте www.evroport.ru. Подняли весь интернет и весь Краков на уши, чтобы найти того, кто откроет нам заветную дверь. И есть результат! Вот она, наша спасительница – Магдалена Рублевска. Как самый сложный в польском языке? В польском языке много слов, которые… Шичи. Шичи. Магда – коренная краковчанка. Ее русский с польским акцентом – прекрасный русский. Шичи. 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 Не мозгикин по-каку, да? Шичи. 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 Потому что нет высоко зима. Шичи. Шичи, как обычно. Вот просто так не получается. Просто прийти и поймать зубы. А это какие-то препятствия. В погонах. Шичи. Шичи. Знакомая дверь и знакомая отрицательная интонация Магда так убедительно говорил, говорила, что договорилась Неужели нет? Магда, а сколько всего ступенек здесь? 243 243 ступеньки, друзья Нам нужно преодолеть, чтобы добраться до знаменитого Краховского трубача ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, сбылась мечта любого акустического путешественника? Перед нами тот, кто издает главный звук Кракова Кажемеш его имя Как называли короля, правильно? Правильно Кажемеш, скажите пожалуйста, вы тот самый трубач, который трубит на все четыре стороны ежедневно каждый час? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не могли бы вы показать свой музыкальный инструмент? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кажемеш говорит, что работает сутки через двое Трубит на все четыре стороны света То есть 96 раз Вот такая работа 24 часа Вот это вот что такое? Это гриня до звонка То есть каждым отгранием хейнау на четыре стороны света Можем рэнчно звонить столько разы Сначала нужно, чтобы позвонил колокол И после этого вы... Да, и потом хейнау на четыре стороны света Начинаем первый хейнау играть на Бавел Сначала с Бавеля значит начинается Стау окей на четыре стороны света Я могу принять участие? То есть могу ли я позвонить, а вы протрубите? Чтобы вместе с вами? Может быть, с вами как бы... А замутать, а сам не? Сам не может, я с Казимиром могу Я могу... Будьте подключить подключение Можете положить подключение? Да, замаркуйте Только ему это надо Окей Хорошо Я нажимаю столько разы А могу тогда я помогать открывать окна, допустим? А значит, может помочь открывать окна? Ну же Может Давайте порепетируем Так, проходим сюда Закрыли Я уже здесь Забыка пальцы, я сам Забыка пальцы Забыка пальцы Забыка пальцы Скажешь, а было такое в истории краковского трубача Уже современной Польши, что он проспал И не сыграл эту мелодию? С правой желудков Какие проблемы там вели? Не наставил в себе буджий кадр Да Что часы не работали И случилось так Что-то распал Это человек Да, это человек Ну, у нас нет права на ошибку и опоздание Минута на исходе Я открываю только одно окно Окей Звонит пан за мной, так? Дай как мне Я бы дочернул, а потом Маркую, что Готовность номер один, друзья Сразу бегу туда Странно, что Нет секундомера 52 Это будет только раз Потому что первый час 58 59 13.00 Все? Першая кабина Погнали Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Думаю, вы заметили, что мелодия Как-то не очень логично заканчивается Это не случайно, друзья С этим связана легенда Однажды Трубач, увидев приближающуюся вражескую конницу Стал трубить тревогу Но пал сраженный татаро-монгольской стрелой Вонзившись ему прямо в горло А вовремя предупрежденные горожане Сумели не только отбить атаку Но и захватили богатые трофеи А хейнал с тех пор Заканчивается на той самой ноте На которой оборвалась жизнь воина-героя Кто не заметил, послушайте еще раз Не зря мы сюда пробирались Не зря Кажеменш, спасибо вам большое За такой уникальный звук Желаем вам не проспать По старам еще Алло, Юрий, здравствуйте Приветствую вас из Кракова Привет, Александр, привет Как дела? Отлично, Юрий У нас две новости на самом деле Первая Это то, что Ни одна, оказывается, польская свадьба Не обходится без песни Белые розы Вы в курсе? Да я уже не удивляюсь И что, реально заказывают Прям музыкантам? Более того Говорят, что Поляки отплясывают под эту песню Покруче русских Приятно, хорошая новость А вторая какая? А вторая, собственно То, что мы Забрались на одну из Мариатских башен И познакомились С знаменитым Краковским трубачом Конечно, это было нелегко Вот видите, эта дверь Через нее проходят немногие Ну а в чем сложность-то была? Почему так? Да просто на самом деле Говорят, что здесь реставрация Скоро Намечается якобы И теперь туристов туда не пускают Понятно Ну что, повезло, так повезло Спасибо, Юрий, вам За такую наводку Звучную До свидания Давайте Еще больше вам звуков Шума Гамма Ну и так далее Пока Спасибо Спасибо Такое испытание нам Звуковое устроил Юрий Шатунов Большой чемодан Учит английский Вместе с International English Club Опытные спикап-тренеры Из США В Великобритании И России Телефон в Уфе 266-98-29 Традиционно поднимаемся На самую высокую точку города Чтобы порепетировать песню Которую разучиваем целый день В Кракове это можно сделать Самым необычным способом Поднявшись на воздушном шаре На высоту 120 метров Магда Пожалуйста Как сделать так, чтобы я запел На польском языке У меня есть текст песни А, на польском языке есть? Да Это мне трудно Моя девчина Почти часто в очи мэ И не укрывам Справ, я ту приемность Я кюм кохам Только мое сердце век А Магда, что он сказал? Что лучше, чтобы я это пела Чтобы вы вместо меня пели? Как это? Джинкую Магда будет петь Смотри-ка Сейчас я спою на зло ему Я Йо 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 Это как переводится? Йо 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 Не знаю это слово Йо 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 Ну все, окончательно убедился, что песня популярна, если польские школьницы ее знают, то точно что-то типа «руки вверх» местных. Время позднее, а рыночная площадь не собирается на боковую. А мы ищем место, где исполнить наш попсовый польский хит. Честно говоря, не понимаю, где это лучше сделать. Здесь в основном туристы, а значит, не наша аудитория. Ищем дальше. А вот это ближе. Осталось договориться с администратором. Да, он, как видите, против каких-либо разговоров, тем более съемок. Клуб «Шоу Тайм», как нам сказали, подходит по всем критериям. Во-первых, публика чисто польская, во-вторых, живая музыка каждый вечер. Только одно «но» – рок-клуб. А песня-то попсовая. Ждем окончания сета. Ну, не знаю, ребят, согласятся ли рокеры спеть то, что мы выучили. Текст традиционный. Сами, мол, не местные. Путешествуем в польских звуков. А дальше предложение спеть вместе очень сладкую польскую песню. И... Итак, наше малопольское акустическое путешествие подошло к концу. Нет, ну, конечно, остался еще финальный аккорд. Но перед этим объявим хедлайнеров нашего аудиоквеста. Я думаю, что любой город может позавидовать этой бессонной, а именно звучащей все 24 часа в сутки рыночной площади Кракова. Здесь столько звуков, что хватило бы на три выпуска «Большого чемодана». Ну, и, конечно, мелодия «Хей нау», которую каждый день услышит вся Польша и которая каждый час звучит на весь Краков с той же самой рыночной площади. А теперь с нами гостя из России. Браво! 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 Моя девчина смотрит с тобой, живет И я признаю справиться в том, приятная Как я кого-то мое сердце век Тебя целую так и аккуратно Ее руки в возвышенье для весов Тебя целую, я сладую в нее Жизнеопата, я канцинул подався стоп Жизнеопата, это мне почтилось О, хотя бы ей не Я люблю ее Я люблю ее Я люблю ее Я люблю ее Спасибо большое Ну что, друзья, это был оглушительный успех Все танцевали, пели, топали ногами, плакали от счастья Несмотря на наши опасения, что песни слишком попсовые И мы уже было решили отправиться в турне по местным пабам, ресторанам и кабакам Если бы не эти два с половиной злотых, переполняющих нашу шляпу Друзья, это был большой чемодан Акустическое путешествие по Каракулу ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok